Делот В 8 лет я практикую международную реструктуризацию, а также консультирование частных лиц и членов их семей по налоговому планированию. И хочу сказать, что с каждым годом эти проекты становятся по реструктуризации все более сложными, потому как нужно вникать в все больше нюансов, связанных с обменом информации, с раскрытием бенефициарных собственников, а также с доказательством, что получатель того или иного дохода является действительно бенефициарным получателем этого дохода и может им распоряжаться. Есть ли в зале среди присутствующих те, кто уже готов полностью раскрыться в публичных реестрах собственников в Европе? Нет? То есть все, кто сидят здесь, они еще не готовы к такому серьезному шагу? Ясно. Ну, на самом деле, публичные реестры собственников, бенефициаров, равно как и многие другие изменения последние в ОСР и их плане БЭПС, они имеют очень большой моральный подтекст. Потому как связано это больше со справедливостью, а не с теми или иными юридическими вопросами. И нельзя сказать, что это стопроцентная борьба белого и черного, что все, кто не разглашают информацию в публичных источниках бенефициаров, они представляют что-то плохое. Потому как весь этот процесс, он вообще довольно, отображает довольно серую зону. Когда вы в нее заходите, перед вами появляются вопросы, связанные с безопасностью собственников и членов его семей и права на частную жизнь. По моему опыту, именно боязнь за безопасность себя и своей семьи является чуть ли не основной причиной, почему многие собственники бизнесов отказываются разглашать свои имена в публичных реестрах бенефициаров. Например, самый очевидный риск – это риск киднеппинга. Например, если какой-либо преступник сможет зайти в этот реестр и увидеть все активы, а также корпоративные права, которые принадлежат тому или иному лицу, то очевидно, что у него может созреть план похитить человека или его ребенка, например, и требовать выкуп. Об этом, к сожалению, не думал Европарламент, когда провел эту директиву. С чего же началась вся эта борьба за прозрачность? Есть такая организация, ФАТФ, Financial Action Tax Force, или на русском, группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Это межправительственная организация, которая была создана еще в уже далеком 1989 году в противовес росту грязных денег в мировой экономике. И кроме практических примеров своей деятельности, эта организация также регулярно выпускает всевозможные рекомендации, которые могли бы помочь борьбу с вот этими грязными деньгами в экономике. И одной из таких рекомендаций было создание такой глобальной базы бенефициарных собственников компании в дополнение к уже имеющейся информации в реестрах. Напомню, что сейчас в реестрах компаний в той же Европе можно увидеть название компании, директора, секретаря, где это актуально, адресы зарегистрированы. Но этого, очевидно, мало для борьбы с терроризмом глобальным, поэтому эта организация и предложила ввести такой реестр бенефициаров. И в конце и в июне 2013 года на очередной встрече еще тогда Большой Восьмерки главы этих стран утвердили соответствующую резолюцию, план действий. И интересно, что тогда речь шла только о сборе информации о бенефициарах и передаче ее соответствующим службам финансовой разведки и органам власти. Тогда никто не говорил о том, что эти реестры должны быть публичными. После этого уже начались публичные заявления отдельных стран, начались бурные обсуждения в ЕС. И в июле 2013 года Великобритания после проведения консультаций со всей страной, как это она часто делает в последнее время, она объявила, что ее приестры будут публичными. И также ее поддерживает Дания, Франция, Германия. В Европе вообще довольно долго продолжались споры в отношении этой директивы. И в результате в мае 2015 года она наконец-то была принята. И вступила в силу уже в июне этого года. Страны ЕС должны до конца июля 2017 года, они обязаны ввести у себя реестры, централизированные реестры бенефициарных собственников и трастов. А сейчас немного поподробнее о требованиях директивы. Итак, кто же такой бенефициар для целей директивы? Четвертая директива – это именно то, что было принято для борьбы с отмыванием денег мировой экономики. Итак, бенефициар – это тот, кто владеет, либо управляет, контролирует более чем 25% акций компаний. И если по каким-либо причинам директора компании, так как именно они ответственны за установку, кто такой бенефициар в их компании, если они не смогли установить, кто же является бенефициаром, то таким бенефициаром может считаться топ-менеджмент компании. И одно из новшеств этой директивы – это то, что были определены так называемые обязанные лица. Обязанные лица – это аудитор, это различные финансовые учреждения, это казино, это всевозможные лица, которые обязаны проводить идентификацию клиента, идентификацию личности, KYC, и в ходе этой процедуры определять, кто же является бенефициарным собственником, либо компании, которую они собираются принимать как клиента, либо компании, которая собирается проводить ту или иную финансовую транзакцию. И обычно это также касается транзакций, в которых проходит кэш, то есть за наличные, поэтому здесь фигурирует и казино, то есть те самые рисковые операции, где возможно отмывание денег. При этом эти компании, эти obliged persons, они имеют право проводить либо упрощенную проверку, либо полную проверку своего клиента. Зависит от того, насколько рискованным они считают ту или иную, того или иного клиента. А хранить всю эту информацию, которую они собрали о бенефициарах, они обязаны до пяти лет. Директива также обязывает директоров компании ввести внутренний реестр бенефициарных собственников компаний, и потом информацию, которую они собрали в этот внутренний реестр, они должны передать централизированно в соответствующий орган в своей стране. И как минимум в этом реестре будет указываться следующая информация о бенефициарах компаний. Это имя, это дата рождения гражданства, страна проживания, и природа владения, и размер его доли. По трастам тоже будет вполне исчерпывающая информация о том, кто такой, кто был учредителем, кто сейчас трастовый управляющий, а также кто является бенефициарами траста. Каждое государство впоследствии самостоятельно определяет орган, который будет ответственный за ведение этих централизированных реестров. И каждой стране также предоставляется право решать, будет ли такой реестр публичным. А теперь самое интересное, кто же будет иметь доступ к такому реестру. Итак, к реестру бенефициарных собственников компаний будут иметь доступ как минимум правоохранительные органы, службы финансовой разведки, обязанные лица, те, о которых я говорила ранее, а также иные лица, которые могут доказать наличие законного интереса к такой информации. Интересно, что директива не содержит определения обязанных лиц, но по нашему мнению, скорее всего, туда будут относиться журналисты, которые ведут всевозможные финансовые расследования. А вот к реестру трастов уже будут иметь доступ более ограниченный круг людей. Как вы видите, из этого списка удалены вот эти некие лица, которые могут доказать свой законный интерес. То есть, в принципе, как и сейчас, к этой информации будут иметь доступ банки и всевозможные органы власти и финансовой разведки. И, кстати, вот это исключение по поводу трастов, оно появилось в директиве буквально в последний момент, чуть ли не перед самым голосованием, с подачей еще тогда премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Вообще, обсуждение этой директивы длилось несколько месяцев, и именно трасты являлись основным таким камнем преткновения. Германия и Франция, они особенно настаивали на том, чтобы информация о бенефициарах трастов была включена в публичные реестры. А Великобритания была против. И это неудивительно, потому что, по некоторым данным, сейчас в Великобритании действует порядка полтора миллиона трастов. И, как говорили некоторые представители Великобритании в Европарламенте, такая позиция Германии и Франции, она ясна, потому что в этих странах отсутствует понятие траста как такового. Там, скорее, больше гибридные трасты. И поэтому для них траст – это такое воплощение зла непременно, которое используется для отмывания денег. Похожая ситуация, кстати, сложилась и у нас в Украине, потому что можно взять, например, позицию нашего Нацбанка в отношении трастов, когда они заставляют, уже заставили банки, у которых владельцем считается траст, указывать в реестрах специальных Нацбанка владельцам бенефициара этого траста, а не трастового управляющего. Это полностью противоречит вообще природе траста в английском праве. И даже потому, как если траст дискреционный, то бенефициар не имеет права управлять этим трастом, он не является собственником бизнеса, который под трастом. Он просто получает доходы. Но Нацбанк это не понимает, и поэтому он уже настоял на том, чтобы банки либо разгласили, кто у них является бенефициар, либо, как вы знаете, Нацбанк может очень легко убрать эти банки, в принципе, с рынка. Но вернемся к ЕС. Как вы видите, директива вовсе не рекомендует делать реестры публичными. Сделать публичными реестры могут только отдельные страны ЕС по собственной инициативе. Но, тем не менее, некоторые депутаты Европарламента все еще считают, что абсолютно все страны ЕС должны сделать реестры публичными. И как результат они уже внесли на рассмотрение законопроект, по которому обязуют всех стран-членов ЕС сделать реестры публичными, а также уменьшить этот критерий собственности, критерий бенефициарности с 25% до 10%. Пока еще проект обсуждается, еще нет результатов никаких по решению Европарламента. Поэтому еще ждем. Также некоторые страны решили, что информацию о бенефициарных собственниках недостаточно только собирать, и будет гораздо эффективнее ею еще и обмениваться. Поэтому в апреле 2016 года был проведен первый обмен информацией между тогда пятью странами – Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания. Но уже сейчас к этой инициативе присоединилось более 45 стран. Все страны ЕС и также некоторые страны, другие развитые страны. Но Украины в этом списке нет, хочу сообщить. Сейчас хотела бы перейти к отдельным странам, рассказать вам о реакции их на эту директиву. Как я говорила, Великобритания является, в принципе, таким очень… Загорелась инициатива о публичных реестрах. И уже в апреле 2016 года объявила о создании реестра полиции с существенным контролем. И уже этот реестр будет публичным, и даже есть бета-версия сайта. Я заходила, проверяла некоторые компании, и абсолютно все компании, которые я просмотрела, они не указали, кто у них является бенефициаром. То есть для Великобритании это лицом с существенным контролем. Как я говорила ранее, не все компании и собираются разглашать своих бенефициаров, и в Великобритании они могут это делать на вполне законных основаниях. Потому что в законе предусмотрено исключение для случаев, когда разглашение бенефициаров представляет собой угрозу для безопасности собственника или членов его семьи. И, кстати, один из моих клиентов уже воспользовался этим пунктом по процедуре директора его компании должны были подать специальную форму, где они отказываются говорить о бенефициаре. И регистратор должен эту форму просмотреть и вернуться к ним со своим ответом, да или нет. Так вот, пока еще не вернулся. Поэтому еще не знаю, как эта процедура действует на практике. Ну, Франция – это вообще отдельный случай. Как говорится, поспешишь и людей не смешишь. Потому как в июне 16-го они открыли полностью реестр страстов, а в июле они его уже закрыли, потому что не учли такой момент о защите персональных данных. На них подала в суд некая 89-летняя американка, которая является бенефициаром в одном из страстов. И она справедливо утверждает, что публичный доступ к такой информации нарушает ее право на частную жизнь. Ну, ожидается, все говорят, что суд будет на стороне американки. Остальные страны, они не спешат принимать соответствующее законодательство о реестрах бенефициаров. Но вот уже, например, Германия и Нидерланды, они объявили, что реестра сделают максимально публичным. Но посмотрим, чем это все закончится с учетом разбирательства во Франции. Ведь, к примеру, у американки могут последовать и другие физические лица. Как вы видите, осталось совсем мало времени, чтобы отреагировать на эти изменения в ЕС. И моя рекомендация каждому, у кого есть активы в ЕС, будь то корпоративные права или недвижимость, провести инвентаризацию и понять, какая информация будет доступна кому, в каких странах, в каких реестрах, будет ли эта информация, будут ли они обмениваться этой информацией. И уже потом оцените риски для вас, для вашей семьи в связи с тем, что информация будет доступна, и принимать соответствующие меры. И, в принципе, нет риска, которым нельзя управлять, и включая и эту ситуацию тоже. Вот сейчас у меня уже осталось несколько минут, когда я могу ответить на ваши вопросы. Если есть. Великобритания и еще Дания, уже точно, уже есть доступ. Да, в Великобритании можно просто зайти на сайт свободно. Просто написано, что это бета-версия, видно, еще тестируют. И там у каждой компании такая страничка с несколькими вкладками. Вот одна вкладка – это «A person with significant control». нажимаете, и там, вот то, что я проверяла, там везде написано, что «no information available» и что-то в этом роде. Да, предпосылки к этому есть, потому как Украина всегда, наши власти всегда заявляли, что они хотят присоединяться ко всем обменам информации, вот именно этот обмен по бенефициарам, его курирует Великобритания. И, в принципе, к нему присоединиться очень легко. Достаточно только написать там письмо от соответствующего органа, наверное, МИДа в Великобритании. Даже написано на сайте, как это сделать. Мне кажется, что это не займет особого труда, и, скорее всего, я ожидаю, что Украина присоединится. Спасибо большое. Спасибо.